Идеей передавать из поколения в поколение правду о Великой Отечественной войне Владимир Васильев проникся еще в детстве, когда у него в руках оказался конспект деда-фронтовика. Описанные там ужасы задели заживое. Очень часто приглашали его в учебное заведение, где он рассказывал о войне, о жестокости войны. Я всегда мечтал, что у меня будет много детей, и я знал, что нужно передать эстафету поколения, политую кровью, нашими же дедами. К сожалению, современным детям много чего нельзя рассказывать из того конспекта, поэтому я серо копировал самую последнюю страницу, где он, так сказать, завещал, в первую очередь, мне, моим детям, что мы, бывшие фронтовики, как бы передаем вам эстафету памяти и надеемся на вас. Мечты сбылись. Владимир воспитывает пятерых детей, занимается раскопками и реконструкцией военных битв. Постепенно у него скапливались военные трофеи, которые хотелось показывать людям. Так и возникла мысль создать передвижную выставку и отправиться с ней по городам. К поездке готовились год. Стартовали 22 июня. Волгоград планирует прибыть 5 августа. В пути посетить около 20 городов. На сегодняшний день дети могут зайти в музей, потрогать, пощупать, попробовать вообще на вес, что такое пистолет, даже, что такое ППШ, что такое пулемет и тому подобное. И таким образом, вот этот контакт, который идет у детей, он дает плоды. Дети сегодня говорят о том, что на ППШ это Томпсон. Им приходится рассказать, что это ППШ, пистолет, пулемет. Наши дедушки ласково называли папаша. Маша и Матвей о прибытии в Самару автобус знали и очень хотели осмотреть экспонаты. От выставки остались под большим впечатлением. Мы приехали в музей посмотреть оружие, одежда и оружие. Мне понравилось 7-4. Это автомат с глушителем. И мне понравился обычный пистолет. Мне тут больше всего понравились гранаты и оружие. В Волгограде участники автопробега планируют сделать забор вечного огня, получить на него сертификаты. Затем они отправятся в обратный путь и развезут огонь по городам, через которые проезжали на пути в Волгоград. Заедут и в Самару. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.